Наряду с денежным деревом и различными амулетами серебряная рыбка Метинис стала фетишем среди людей, которые желают любыми способами привлечь в свой карман большие денежные суммы. Связано это не с какими-либо магическими предрассудками, а скорее с внешним видом этой южноамериканской рыбки. Метинис имеет зеркально-серебристый окрас, плоское тело, круглую форму и благодаря этому напоминает блестящую серебряную монетку. За это рыбка и заслужила свое второе название – рыба-доллар, а также была наделена свойствами денежного магнита. Глаза Метиниса часто сравнивают с кошачьими, причиной тому служит вертикальный черный зрачок, который отчетливо выделяется на серебристом фоне глазного яблока. Зеркальность рыбки обеспечивает ей довольно богатый спектр оттенков. В зависимости от характера, угла и степени освещения, чешуйки Метиниса могут переливаться зеленым, светло-голубым или коричневатым оттенком. В некоторых случаях по бокам могут быть отчетливо видны темные пятнышки или поперечные полосы. Это в большей степени связано с природной особенностью животного и зависит от места происхождения рыбки. В период нереста тело самца приобретает ярко-медный или красновато-золотистый оттенок. Определить пол животного также поможет форма анального плавника. В отличие от самки, самец имеет острый анальный плавник красноватого цвета. Но владельцам аквариумов Метинис полюбился не только за свои денежные свойства и довольно эффектный внешний вид. Даже несмотря на свои внушительные, как для аквариумной рыбки, размеры, Метинис совершенно неприхотлив в содержании. Следует заметить, что данная рыбка является близким родственникам пираньи и в дикой природе водится в бассейнах рек Амазонки и Парагвая. Но миролюбивости ей не занимать. В отличие от своих хищных родственников серебристый Метинис, вегетарианец и с удовольствием поедает пищу растительного происхождения. Салат, шпинат, брюссельскую капусту, огурец, кабачок и даже крапиву. Хотя, за редкими исключениями, могут употреблять и белковую пищу, для чего имеют маленькие зубки. Именно из этих соображений не стоит держать этих пираний вегетарианцев с мелкими обитателями аквариумов. В противном случае, такие рыбешки, как гупи, неоны, а также креветки, могут незаметно и безвозвратно исчезнуть через пару-тройку дней после заселения нового соседа. Лучше всего Метинис ладит с видами рыб соизмеримого размера и сомиками. В условиях аквариумного содержания рыба-доллар может вырасти до 12-13 сантиметров в длину. Как и любые пираньи, их родственники предпочитают жить стаями и комфортнее всего чувствуют себя в компании 6-8 сородичей. А для большего уюта стайки можно создавать небольшое течение с помощью аквариумного фильтра. Следует понимать, что такой питомец ведет довольно активный образ жизни и даже в аквариуме не откажется от мелких шалостей. И, как свои дикие собратья, любят попрыгать. Именно из соображений безопасности животного нужно держать аквариум закрытым. Иначе в порывы веселья Метинис выскочит из аквариума, и владелец может навсегда потерять своего пресноводного любимца.